Книга «Открытым оком» 8 том. Тема «Монашество». Вопрос 2034. Чьим указанием следовали основатели монашества? Каким духом они прозревали будущее своего детища? Было ли хотя какое-то представление о последствии у тех, кто изобретал монашество, что это серьезно и очень и очень надолго? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. В истории самые великие преступления против человечества никогда заранее вдаль не просчитывались. Думаю, что и здесь тоже. Тот, кто давал им видение, это скрыл очень тщательно, за десять, за вес. А может быть, изначально все это не так замысливалось. Не худо, чтобы кто-то учил бороться с плотью, готовить миссионеров в отдельной местности. У католиков слышал, каждый священник должен недели две в году побыть в отдельной келье, обдумать все. Это как раз и нужно сегодня нам всем. Сегодня строятся две башни. Проповедь и молчание. Над кем будут смеяться? Евангелие от Луки, 14 глава, 28 по 30 стихи. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря? Этот человек начал строить и не мог окончить. Сон и сонмище моих недругов выполняют роль посланников к пророку Михею. Третья книга царств, 22 глава, 13 по 14 стихи. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты, добрая!» И сказал Михей, «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь. Эти посланные пишут и умоляют, пусть бы и твое слово было согласно с словом каждого из них. Чтобы сказал и я, что монашество сам Господь основал, и что оно божественное, бессмертное, и на нем, где все христианство стояло и стоит, и будет стоять. Но мой Бог не позволяет мне сказать так, и я твержу день и ночь. Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». Варлаам, Печерский, 19 ноября, кавычки открываются. Отец сжалился над сыном, и, боясь, как бы он не умер от голода и холода, призвал его и с любовью поцеловав, отпустил в пещеру. И произошло тогда нечто весьма удивительное. Послышались в доме рыдания и вопли, как по мертвеце. Плакали все. Отец с матерью о том, что лишаются сына. Невеста о том, что разлучается с женихом. Рабы и рабыни о том, что погибает их добрый господин. А святой Варлаам, как птица, вырвавшаяся из сети, быстро направился к пещере. Находившиеся в ней иноки, всем сердцем обрадовались, увидев Варлаама, и прославили Бога, услышавшего их молитву о нем. Кавычки закрыты. Феодосий Черниговский, 5 февраля. Кавычки открываются. Отец Феодосия, по имени Никита, был священником в Малороссии. Мать называлась Марию. Родители воспитывали из своего сына страхи Божиим и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки этого благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Здесь, под влиянием и руководством благочестивых наставников, упражняясь в изучении священного писания и святоотеческих творений, святой стремился по ним устроять и свою жизнь. Принял монашество, к чему еще в школе стремилась пламенно жаждавшая духовных подвигов душа его. Кавычки закрыты. Не входи в общение с чужими, кто не молится, Христа не почитает, чей распорядок при другом режиме, кто с наколками их по утрам шатает, не зови их что-то вам простроить, крышу перекрыть, полы помыть, кто не стал ни братом, ни сестрою, не умеет блеять, только выть. И не приглашай, хотя не друзья, бывшие подруги школьных лет, сотни раз скажи «нельзя, нельзя, нельзя», так легко с заразой околеть, в дом их не вводи, свою усадьбу крепко сколько можешь огради, не послушаешь, потом хотя и рад бы, не поможет и большой кредит. Разорви, отрежь и опали, то, что вопреки священного писания. Не послушаешь, не соберешь улик, чтоб вернуть похищенное псами. Если ты действительно овца, если ты в Атаре Назарейской, что ж тебя к ним тянет без конца, хоть вам кол на голове тиши и тресни, все ты жмешься к этому отродью и лопочешь, подвываешь им. Встречи тайные и даже при народе, с жаждой, как паломники идут в Иерусалим. Значит, ты такая, ты такой же, только с камуфляжем, с мимикрией. Ты же эфиоп с чугунной кожей, под овечьей шкурой волк прикрытый. Завтрашним не следует хвалиться, старый, мол, связи разорву. Сорваны все двери и калитки, а светильник, гаснущий, во рву. 22 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.